Андрей Петрович, как проходит осенняя призывная кампания? Каков план призыва, установленный Министерством Вороны в этом году? На город Берск норма призыва определена порядка 80 человек. В первую очередь, действуем соблюдением всех мер санэпидемнадзора. Те призывники, которые вызываются, а в первую очередь вызываются призывники, которые не имеют права на отсрочку. Это ребята, которые закончили высшее учебное заведение, закончили колледжи, и отсрочка у них закончилась. Они вызываются в первую очередь на медицинское освидетельствование. Перед прибытием в военный комиссариат у данных призывников измеряется термометрия, обрабатываются руки антисептиком и бесплатно выдаются маски. После прохождения медицинского свидетельствования прибывают на городскую призывную комиссию, где городская призывная комиссия выносит решение по каждому персональному призывнику. Либо о призыве его на военную службу, о предоставлении, о высвобождении его по медицинским основаниям. Либо, значит, о списании его по состоянию здоровья. Первая отправка у нас будет завтра, 20 октября. Три человека занаряжены. Повривуйте, ребята, в город ОПП, перед тем, как их завести на областной сборный пункт, они будут проходить тестирование в городской больнице города Аби. Команда и старший, кто едет от военкомата, старший, будут сдавать тесты. Если же вдруг по каким-то причинам у кого-то окажется положительный тест, то данный гражданин будет госпитализирован, а команда будет отправлена на дом на карантин. Но в весеннем призыве у нас прошло все нормально. Я считаю, что и думаю, что будет так же и сейчас. Новая волна коронавирусной инфекции внесла какие-то дополнительные особенности в ход нынешней кампании? Граждане, пребывающие в запасе, на учет, либо по другим причинам, по восстановлению военного билета и по другим причинам, они принимаются после того, как пройдет призывная комиссия. То есть после обеденного времени. С 15 часов, с 15 до 17 граждане принимаются, которые пребывают в запасе. Также пенсионеры Министерства обороны. По записи дистанционно записываются, но принимаются после обеденного времени, чтобы нам разделить призывников и военнообязанных. Обл. военкомат выделил определенные для очистки воздуха аппаратуры. То есть мы готовы к тому, чтобы провести призыв в установленные сроки, провести его качественно. В ходе этой кампании в какие рода войск планируется призывать ребят? Ребята призываются во все виды рода войск. Как начиная Дальний Восток, комплектуем Центральный военный округ, комплектуем, соответственно, и Калининград, комплектуем. Ребята, которые закончили высшее учебное заведение, в основном будут отправлены в учебные части. Как на сегодняшний день вы оцениваете уровень сознательности призывников? Все, кто получает повестки, добросовестно по ним пребывают. Ребята идут. Ребята, конечно, те, кто закончил учебное заведение, и понимая о том, что без армии не устроиться на приличную работу, они понимают это и ведут с удовольствием. Идут с удовольствием. Есть, конечно, те, кто считают, что им это не понадобится, но я скажу, что сегодня так, а завтра повернется вот таким образом, что без службы никуда их не возьмут. Поэтому надо подумать, каждому еще раз говорю, что те, кто у нас находятся в длительном розыске, поэтому с родителями пусть еще раз побеседуют и сами примут решение, служить или бери.